Начинаем с оперативных новостей. В Министерстве иностранных дел Украины призывают союзников покупать оружие, которое производят украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что каждый доллар, вложенный в украинское оружие, лучшая безопасная инвестиция в долгосрочную евроатлантическую стабильность. Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства «Поляныця». Об этом заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин. По его словам, Литва фактически согласилась проспонсировать производство инновационных украинских ракет-дронов. Напомню, ранее вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров сообщил, что стоимость одной ракеты-дрона «Поляныця» составляет менее 1 миллиона долларов. И более подробно эту тему с Александром Усиенко обсудим. Это руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Рады вам в эфире «Фридом». Доброе утро. Здравствуйте. Вот как, как раз, знаете, пазл сложился. Инвестиция в украинское производство, в украинские дроны. И пока что неизвестные дроны, атаковавшие Российскую Федерацию, более того, Московскую область. Не это ли подтверждение того и такой практический сценарий завершения так называемой СВО? Ну, тут необходимо отметить, что сейчас мы видим, как дроны вообще трансформируют поле боя и восприятие ведения войны. Ведь то, что сейчас происходит, это на самом деле использование передовых технологий, которые, в принципе, дроны начали производиться более 30 лет назад. И это не совсем новая технология. Но сейчас дроны усовершенствованы, сейчас это совершенно другой тип. И сейчас мы видим, что, в принципе, тратя не такие средства, которые могут пойти на ту же ракетную программу, на производство той же баллистики, либо прочих ракет, можно достигать необходимого результата, и Украина это демонстрирует. Я могу сказать, что в Кремле, в России сейчас очень сильно озадачены тем прогрессом, который Украина осуществила. Безусловно, их это волнует. Они боятся этого, потому что нету надлежащих способов реагирования. Хотя могу сказать, что одной из причин, почему Россия не использует те же самые С-300, С-400 активно для обстрелов Украины, как они это делали ранее, год назад, и не только, используя их для террористических атак по территории Украины. Так вот, причинами является не только то, что эти ракеты заканчиваются, это факт, а то, что им необходимо приберегать, потому что они не знают, и для них дилемма, а что может быть использовано Украиной еще, какие военные цели Украина будет атаковать, и какими типами дронов. Потому что линейка и гамма тех дронов, которые производятся и модернизируются, настолько широка на сегодняшний день, что не знают, и поэтому приберегают все, что есть для средств противовоздушной обороны. Что касается возможностей сейчас, и вот то, о чем мы говорим, и Поляныцы, и не только, и все, что связано с ударами по военным объектам на территории России, которые мы видим, кстати, там речь может идти, если мы говорим о Жуковском, то это вообще мозг российского авиастроения, научно-исследовательский институт, и ракетостроение, ракет именно для зенитно-ракетных комплексов и других типов ракет, то есть военные объекты. Но что касается непосредственно того, какой прогресс осуществляет Украина, мы видим, потому что сводки мы получаем каждый день о дронах, которые атакуют те или иные объекты. Это означает, что это производство уже масштабируется, отсюда и заявление министра иностранных дел Украины Сибиги, который говорит о том, что необходимо вкладывать в украинскую оборонную промышленность, потому что это перспективно, потому что у нас есть опыт боевого применения, а это крайне важно, то есть эти модели прошли опыт боевого применения в условиях активного противодействия противника. То есть тут необходимо понимать, что когда речь идет о том, что какой-то дрон, какая-то украинская разработка сумела пройти эшелонированную противовоздушную систему обороны, такие, как есть у России, системы радиоэлектронной борьбы и противодействия различными средствами и элементами противника, соответственно, это действительно технология, которая заинтересует многие страны, потому что это имеет опыт боевого применения еще и в таких условиях. Поэтому действительно перспективы у развития этой отрасли достаточно серьезные, и я думаю, что это будет одним из элементов оборонной промышленности на дальнейшие годы не только Украины, но и других стран. Но поскольку Украина имеет уникальный опыт сейчас применения, использования, понятно, что, скажем, перспективы для того, чтобы вкладывать именно сюда и потом получать эффект. Ведь речь идет не только о том, чтобы поддержать Украину в противодействии российской агрессии, а речь идет о том, чтобы сделать инвестицию в собственное будущее, в собственную безопасность, поскольку эти дроны потом могут стать на защиту и наших стран-партнеров, и они могут использоваться ими, особенно ввиду вызовов, которые мы сейчас видим, поскольку уже некоторые типы дронов российские залетают на территории стран Европейского Союза. Поэтому есть о чем думать. Да, по поводу Поляныцы так и хочется сказать, что не будь как Венгрия, а будь как Литва и вкладывай свои деньги в украинский оборонпром. Я хочу вернуться к заявлению Андрея Сибигина, министра иностранных дел Украины, одно из его первых заявлений по поводу, да, необходимости, по поводу выгоды вкладывать средства наших западных союзников в украинскую оборонную промышленность, но вот как раз коснуться вот его фразы, что это и быстрее, и дешевле. Почему не вкладываться, ну вот, допустим, в одного из лидеров дроновой коалиции, в ту же Литву, чтобы дроны производились на территории Литвы. Литва у нас один из лидеров по поставкам беспилотников в Украину. Почему именно в Украину? Почему это быстрее и дешевле? Ну, скажем так, если мы говорим об Украине, я понимаю, что можно вкладывать и в другие отрасли, но вы знаете, не будем помогать рекламировать другие страны, все-таки речь идет об Украине, и Украина имеет сейчас уникальный опыт в каком плане, понимаете? В чем, как работает рынок оборонных индустрий, и как работает рынок продажи тех или иных решений на рынке оружия. Первый вопрос, который будет задавать любая страна, применялся ли этот, два вопроса, сразу задают. Первый, принято ли то или иное вооружение, принято ли тот или иной вид вооружения на вооружение в соответствующей стране, и используется ли он любыми подразделениями, там, спецслужб, армии и так далее. Второй, результат этого использования, и, соответственно, боевое применение. И вот это самые главные характеристики, помимо тактико-технических характеристик. Потому что можно провести любые испытания, можно создать условия противодействия РЭБами, создать условия подавления сигналов, создать условия нанесения ударов там зенитно-ракетными комплексами. Но это никогда не заменит боевую обстановку и боевые условия. Соответственно, прерогатива и, скажем так, решение инвестировать в Украину, это инвестировать в проверенные технологии, которые закаленные фактически в бою. И это всегда аргумент в пользу этих производств. Аргумент, да, будет у наших партнеров, у других стран, которые обеспокоены рисками, поскольку Украина – воюющая страна, на нашей территории идет война вследствие полномасштабной российской агрессии. Понятно, что это беспокоит достаточно серьезно, потому что это риски. Но я хочу напомнить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина достаточно серьезное внимание уделяет безопасности производства, в частности, переноса отдельных производственных мощностей под землю, создание условий, при которых будут минимизированы риски российских ракетно-дроновых атак. Я могу сказать вам определенную информацию, что у нас есть определенные объекты, которые за время действия полномасштабной российской агрессии Россия пыталась найти, поразить, но им это так и не удалось, вследствие того, что были задействованы все механизмы, соответствующие безопасности. Но также, в любом случае, как только мы увидим заход инвестиций наших партнеров, других стран, можно будет сказать, что это также будет и мотивация для того, чтобы предоставлять больше систем противовоздушной обороны Украины и закрывать наше воздушное пространство. То есть инвестиции в военно-промышленный комплекс и заход сюда, компании, которые будут сотрудничать, кооперироваться, просто вкладывать деньги в нашу дефенс индустрии, это также и инвестиция в безопасность Украины. Ведь непременно вместе с тем будут идти решения о предоставлении дополнительных пакетов помощи, которые будут содержать и средства противовоздушной обороны. А что касательно не только дронов, но и производства ракет, потому что, как ни крути, но это опять же, ссылаясь на противника, на Российскую Федерацию, у них, как ни крути, но производство ракет продолжается. Ракеты дальнего действия, ракеты, которые могут лететь на расстоянии более тысячи километров, может ли тут Украина дать свой ответ? Украина работает над этим, известно, что ракетная программа продолжается. Я надеюсь, что решение мы увидим. Президент Украины говорил не так давно о том, что, несколько недель назад, о том, что прошло испытание баллистической ракеты украинской. Мы видим, скажем, модернизацию и обновленную версию ракеты «Нептун-МД». Это уже крылатая ракета, да, фактически модернизированная с противокорабельной. Прошла достаточно серьезный уровень модернизации. И поэтому тут решение есть. Но тут необходимо искать баланс, как мне кажется. Баланс состоит в том, что наш выход – это цена-качество. То есть мы не можем себе позволить чрезвычайно дорогую ракетную программу, потому что она съедает достаточно много средств. А мы можем взять массовостью. То есть эти ракеты могут быть проще. Они могут быть, скажем так, с меньшей боевой частью, лететь на более дальние расстояния, но их может быть много. Что создаст серьезную нагрузку для российской системы противовоздушной обороны. И вместе с дроновыми атаками, если это будут комбинированные атаки с использованием различных типов дронов и ракет, создадут вот как раз те условия, когда можно будет говорить об увеличении эффективности таких атак. Безусловно, это увеличит эффективность. Это будет создавать проблемы для российской ПВО. Это будет ослабливать систему. Это Россия будет тратить больше ракет. Своих зенитно-ракетных комплексов. Соответственно, цель, даже если мы создадим условия перегрузки работы российской системы ПВО, а в потенциале даже ее коллапс на определенных участках зоны ответственности этих систем противовоздушной обороны, цель будет достигнута. И вот как раз в направлении массовости, я думаю, что мы и будем работать. Вот я хотел поговорить о баллистических ракетах, которые России поставляет Иран. Ну вот такой, знаете, вопрос риторический возник. А Москва у Тегерана спрашивает разрешение на дальнобойность. Ну это да, риторический вопрос. Как вы считаете, вот эти баллистические ракеты, которые ФАТХ-360, это же ведь еще старые советские разработки или их аналоги? И вот насколько они, ну так сказать, привычны для наших средств ПВО? Ведь это то же самое, что и северокорейские ракеты. Наверняка вот где-то еще с тех времен разработки. Ну это разные типы ракет на самом деле. КН-23 северокорейская, это оперативно-тактический ракетный комплекс. ФАТХ, это реактивная артиллерия. Дальнего радиуса действия со соответствующей боевой частью 120-150 килограмм и с дальностью полета от 30 до 120 километров. То есть это версия, ну таких типов модернизированных либо новых реактивных установок российских, как Торнадо, СМЕРШ, Ураган, которые использовались. Но Россия понесла достаточно серьезные потери, у них их осталось очень мало. Им необходимо чем-то компенсировать. Это террористическое оружие, которое имеет свою целью просто обстреливать площадя. Оно довольно-таки неточное, то есть разлет существенный, поэтому о прицельности огня говорить не приходится по состоянию на сейчас. Вот это более, скажем так, ну то, что мы, к сожалению, видели и наблюдали в начале полномасштабной российской агрессии, когда наносили удары градами, Торнадо, СМЕРШами по Харькову, по других приграничных территориях, прифронтовых. Вот тоже сейчас хочет Россия попытаться осуществить только, ну скажем, другими видами вооружений. То, что пока что озвучивается, не знаю, сколько ракет поставлено, но речь идет о около 200, но это не такое большое количество. Что касается ПВО, понимаете, этим ракетам эффективнее и лучше противодействовать, уничтожая пусковые установки на земле. Я думаю, что над этим будет идти работа. Мы видели очень хороший результат работы по ракетам КН-23. В Солдатском, Воронежской области были выявлены точки пуска в этих ракет, пусковые установки и места хранения. Вот я думаю, что в случае с иранскими ракетами будет что-то подобное. То есть Украина будет вести на них охоту, как и за пусковыми, так и за складами. Технологии и возможности это делать есть, и возможности доставать их тоже есть. Поэтому я не думаю, что расчеты России на то, что это как-то серьезно повлияет или усилит их позиции, они тут оправдаются. И на завершение, Александр, также уточнение касательно возможности Украины в собственном производстве, в собственном ВПК. Тот же момент с самолетами, тот же момент с противовоздушной оборудованной в целом. Насколько Украина может выйти из зависимости от помощи союзников в ближайшей перспективе? Украина точно делает все необходимое для того, чтобы увеличить сейчас наше производство. Это наша задача. И мы не просто просим наших партнеров нам помочь, мы демонстрируем, что мы сами тоже работаем. Это крайне важно. И это очень ценится как раз нашими союзниками. Что касается выходить из зависимости, по некоторым параметрам мы это делаем, по дальнобойности. Украина уже решает эти вопросы самостоятельно, это признались США. Об этом говорил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. По параметрам производства ракет дальнобойных, массовых, более дешевых, возможно, не настолько сложных технологически, о которых я говорил, тоже. Но есть определенные параметры, по которым еще надо работать. Например, средства противоракетной обороны. Тут нам еще необходима достаточно серьезная помощь партнеров. Но я вам скажу, что мы видим, что ту войну, тот уровень противостояния, тот уровень боев, который сейчас идет, и уровень агрессии, который ведет Россия, даже для них он очень сложный. Ихния ВПК не справляется. Они просят помощи в Северной Корее, у Ирана, у Китая. Они не самодостаточны, хотя имея там исходные положения больше, нежели Украина. Но, тем не менее, Украина будет работать для того, чтобы увеличить по тем параметрам то, что мы можем. Но мы еще на 100% без партнеров обеспечить себя не сможем. Александр, спасибо огромное за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Александр Мусиенко, руководитель Центра войны правых исследований, с нами был на прямой связи. Продолжение следует...